И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, впрочем, как всегда, алкобарты. Мы, конечно же, будем что-то пить, а заодно об этом обязательно и поговорим. И сегодня будет водочка, господа, водочка. И водочкой этой будет вот такой вот Амунсен. Да, Амунсен бы сильно удивился, что в честь него выпустили водку, тем более в Чехии. Хотя, кстати, это чешский вариант, но есть варианты словацкие, есть польский, вроде бы даже французский. То есть я изначально не докопался, кто ее выпускает. Ну, чешский так чешский. Пусть будет чешский. Да, Ползень, Чешская республика. Амунсен 6 раз в 10 лет. Ну, естественно. Хотя, как бы вам объяснить, что некоторые люди мне пытались в свое время рассказать, что вот на водке, например, Смирнов написано 10 лет. Значит, это настоящий дистиллят, а не какое-то говнище ректификатное, которое у нас все выпускают. Нет, это тоже ректификатное говнище, потому что просто в английском языке нету определения ректификата вот в бытовом плане. То есть они все пишут 10 лет, и это как-то у них так принято. Но по факту это, естественно, ректификат. И 6 раз в 10 лет тут надо зайти на сайт. Я зашел на их сайт. Давайте сразу открывать да наливать, что я тут болтаю. 0,7, кстати, 0,7. И крепость 37,5. На сайте сказано что? Что у них вот это 6, это прям сакральное число. Я честно пытался почитать на чешском, вдумался, в итоге все-таки запустил Яндексовский автоперевод. Так было проще. Выпьем первую, дабы горлышко промочить. Пахнет хорошо. На удивление. Пьется непонятно. Ну, скинем это на первую. Так вот, они, знаете, как вот пятый элемент был, да? Вот у них 6 сакральное число. 6, они говорят нам о чем? Что есть 5 органов чувств, а это 6. И 6 они называют смысл. Почему смысл? Да, вот здесь даже написано. Я видел на бутылке. Дискавер 6. 6 чувство, короче. 6 чувством они называют смысл. И позиционируют это как-то странно. То есть, типа того, что вы должны раскрывать свои границы, раскрываться сами, не бояться нового. Короче, собственно, искать тот самый смысл. Пейте водку, учите смысл. Ну, наверное, вот так. В принципе, я с ними согласен. В водке смысл есть. Хотя бы в том, что водка это самый прекрасный из алкогольных напитков, как ни крути. Да, покрутили. И накапываем следующее. 0,7 это хорошо. 0,7 это прекрасно. Эта водка знаменита, в общем-то, знаете, чем? Я о ней, о ее существовании я узнал очень давно. Когда у меня, я еще в Минске в свое время распечатывал, как в картины вставлять, фоторамки. Вот у меня были некоторые там по водке, тематика по пиву. Они были развешаны по дому. Они у меня сейчас валяются где-то в сарае. Я не пошел их искать. Но у них была достаточно противоречивая серия рекламная. Со Сталином и с Гитлером. На тему 6 дистилляций. Кому не лень, погуглите. Просто реклама водки Амундсен, Сталин Гитлер. Вам выдаст сразу. И вот, которая со Сталином у меня висела в рамочке. Рядом висела, по-моему, не приступай к работе, не похмелившись. Ну да ладно. И вот, уже тогда я знал, что она существует. И вот, собственно, мне ее привезли. Ура! Я, наконец-то, ее вижу вживую. За что мы и выпьем, кстати, вторую. Ну, 37,5, понятное дело. Но пахнет очень мягко. Пахнет она прям хорошо. А вот пьется она тяжеловато. Причем уже даже со второй. Третья будет с дегустиционной дозой. Надеюсь, что, может, попаду в очередной раз в нее. Вот так вот накатываем. Обновить-то надо было. Собственно, обновляем. Точнее, раскатываем это дело. Покатали и поставили. Пока я искал инфу про эту водку, я даже нарвался на не чешский, словацкий инстаграм, посвященный этой водке. У них на одной фотке даже целых 30 лайков было. И как-то я так прям восхитился. Ну, это, наверное, серьезное достижение. Но, тем не менее, внешний вид симпатичный. Собачки. Мужик, видать, Амунсен лично. Тейстов Скандинавия. Кристал Клир. Ну, в общем, все, как мы любим. Премиум водка, все написано, все хорошо. Сзади даже, кстати, магнитка, видать, из тамошнего магазина, чтобы не сперли заезжие, так сказать, экземпляры. Состав, естественно, не указан. Они как бы не обязаны его указывать. Хотя посмотрим, конечно, может быть хоть что-нибудь. Потому что что-то там про сложение там есть. Или как оно называется. Вода. Ильех. Ну, все. Вода и спирт. Дальше, что по составу, мы не знаем. Потому что, еще раз повторюсь, что Европа немножко по-другому работает. Они не обязаны указывать все в составе, что там может быть. Но здесь что-то в составе, походу, есть. Я не верю, что это чистый спирт. Вода здесь такой привкус есть какой-то. Я попытаюсь его сейчас, наверное, поймать. Как бы не что-нибудь типа яичменного солода. Настой вот солода очень похоже. Вот реально очень похоже. И вполне вероятно, что такого плана что-нибудь добавили. Но, но, пока все хорошо. И главное, бутылка-то 0,7. Отпил 3, выпил. А выпил-то вот. Поэтому наливаем четвертое определяющие. И на четвертое определяющие, собственно, поговорим про внешний вид и смысл. Тот самый. Внешний вид. Лаконичненько. Неплохо. Вопросов никаких. 0,7. Плюсик. Опа. Тут у нас это. Снежная пустыня на бутылке. Я, честно говоря, вначале не видел. Вкус Скандинавии. Ну, как вам сказать. Кстати, как не хрен делать ячмень. Потому что, например, финские водки, они идут ячменные. Это у них своя фишка. И, насколько я помню, шведские типа абсолютно тоже. Что у них в основе изначальный ячмень. Как то, что у них хорошо растет. Да. Дискавер. Шестое чувство. Ну. Они позиционируют шестое чувство как смысл. И вот здесь я пытаюсь поймать тот самый смысл. Причем в водке я смысл понимаю. Она неплохая водка. Чуть-чуть с привкусом. Я пытаюсь понять смысл того, что они написали на сайте. Вот это вот исследуйте свое шестое чувство. Это и есть тот самый смысл. И смысл в том, чтобы идти навстречу приключениям. Вот это вот. Раскрываться и так далее. Ребят, я вам проще скажу. Кто там чехи. Я вам уже все придумал. Пейте водку и ищите смысл. Или найдите смысл и выпейте водки. Я не знаю. Или смысл в водке. Или водка со смыслом. Я не знаю, как это еще объяснить. Но как бы шестое чувство здесь такое. Шестое чувство мне подсказывает, что можно бы и выпить еще немножечко. Ну, пахнет она в принципе как любое 37,5. То есть, она будет пахнуть не сильно спиртозно. Даже из коньячного. Соответственно, если вы такое возьмете и будете пить румочкой. Оно вам прям зайдет. Это похоже на ячменную составляющую немножко. Причем такую. Не доходит до водки особой. То есть, слегка-слегка. В запахе не ловится вообще. В привкусе ловится. Чуть-чуть. Причем в послевкусии. Вот такое вот. Я не могу объяснить, как ячмень чувствуется. Честно говоря. Это знаете, как когда на заводе вам подсовывают дегустационный набор. Есть дегустационные наборы. Фанаты вискарей точно знают. Там есть типа нос виски набор. Сколько там? Пятьдесят четыре. Шестьдесят четыре аромата. Не помню точно. Но они же есть по разным напиткам. То есть, есть вискарные. И на одном заводе даже видел, так сказать, запахи водочные. Но это было чисто заводское. Они сказали, что это они сами заказывали. Как эталонные образцы для проверки дегустаторов. И вот когда вам суют поднос. И говорят, ну, ну, а это чем пахнет. И ты понимаешь, что, блин, ты знаешь, чем это пахнет. Но назвать не можешь. Вот просто ты. Слово не вспоминается. И все. И потом тебе рассказывают. Ты говоришь, блин, так я честно так и думал. Они на тебя смотрят с таким недоверием, знаете. Но вискарный набор на одном из заводов. На мне проверяли чуть ли не полнабора. Я, в общем-то, отгадал опять же все. На двух пунктах я реально просто не смог сказать. Что я тогда отупанул? Лакрицию я отупанул. И еще что-то вот такого же плана. Это, я уже даже, честно, не помню, что. Но лакрицию точно. Причем, блин, я знаю этот запах. Я знаю. И я не могу сказать, что это. Здесь все-таки, наверное, яичменная составляющая. Вот. Можно ли это брать? Можно. Вполне можно. Оно симпатичненькое. Оно лаконичненько симпатичное. Сочетание, кстати, по цвету и по всему. Вот я вначале хотел сказать, что такое себе. А по факту нормально. У них что-то выделено беленьким, что-то красненьким, что-то прозрачно-серебристеньким таким. Снег у них там идет, видите. То есть, в принципе, вариант. И, кстати, когда я ее гуглил, нашел, по-моему, Вайнстайл ее продает. Но написано нет в наличии. Ну, вполне вероятно. 37,5, да. Та самая европейская крепость, от которой водка начинается. Причем и в комментариях часто писали. И я когда-то, вроде бы, когда-то упоминал давно, но в последнее время не говорил. На тему того, что, таки, да, у них немножко другие акцизы, немножко по-другому. Им выгоднее выпускать, например, 37,5. То есть, со старта для водки. Но при этом ничего плохого про нее сказать не могу. Но вот взял ли бы я ее еще раз, вы знаете, наверное, нет. Она для меня, как бы это сказать, вот такая водка-водка. Она не запоминающаяся. То есть, да, она очень неплохая, но она не запоминается. Вот я сейчас вспоминаю, что снимал словацкие Николаусы. И был дико ими удивлен, что, блин, словацкая водка, откуда же словаки научатся водку делать? Оказывается, умеют. И я тогда был дичайше удивлен, но сейчас понимаю, что я не вспомню вкус этой водки. То есть, она вот прошла, как водка-водка. Ну, вообще, глобально этим грешат все европейские производители. Их водка незапоминаема. Наверное, Кёскенкор в Афинска. И, да, она запоминается. Но, например, есть вещи, которые дико переоценены. Это Грэй Гусь. Стандартно всегда говорю, Грэй Гусь. Это просто дерьмовейшая водка по завышенной цене. И могу еще сказать из евроводок. Пусть поляки не обижаются на польский Бельведер. Стоит до хрена? По факту, вот примерно то же самое, незапоминаемая водка. Сколько это стоит? Я могу сказать. То, что я находил в Вайнстайле, 1200, по-моему. За 0,7 нет в наличии. В Чехии, в стране производство, она стоит в районе 10 евро, если перевести. Во Франции, почему-то 20 евро. Ну, видать, пока доезжает до Франции, цена увеличивается в два раза. Остальные страны, простите, не смотрел. Ну, можно ли брать? Да, скажу, можно. И, в принципе, очень неплохая водка. Так вот, прям выпить водки. Да. На этой радостной ноте будем накапывать заключительную, дорогие мои. Которая будет питься за вас, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что вас ждет следующих видео, выпускающих. Выпускающих. Выходящих. Спугающие иногда, не очень, периодичностью. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. За гордую надпись премиум водка. Ну, хрен его знает. Я бы не назвал это премиалкой. Я бы это назвал хорошей водкой в верхнего, среднего сегмента. Вот прям хорошей, в верхней, средней. Но на премиалку оно не тянет. Все-таки нынешние российские и белорусские премиалки, не говоря уже об украинских премиалках, они выше, как бы, на несколько голов. Поэтому тут без вопросов. На этой радостной ноте поехали. Нет, в запахе это не ловится. Вот в какой раз пытаюсь поймать, в запахе вообще нифига не ловится. Знаете, ощущение, что я корону поймал. Такое, что-то чуть-чуть, где-то далеко. Ну так, отдаленно. Но во вкусе немножко присутствует та самая ячменность. Поэтому поехали. И всем пока. Еще одно. Я быстро. Вот так. Я сказал, что я больше не возьму, да? А вот я же не говорил, что я больше не выпью. Я чуть-чуть. Капитошку. 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 Продолжение следует...